добрый день дорогие мои но у меня здесь остались алименты от предыдущего ролика где я опять рассказал про чагу связи с тем что у нас появилась радость так как центр вектор новосибирский в своей лаборатории установил что экстракт чаги лечит от к вид и наши с вами усилия начиная с августа месяца оказались не напрасны и я поздравляю всех кто получил чагу себе домой но они установили что еще и другие заболевания поддаются профилактику и лечение чаги поэтому вы почитайте эту новость и сохраняйте чагу и пейте как мы как я вам рассказываю вот в этих профилактической дозе одну щепоть ну и в том же ролике я порадовал что у нас есть еще на 23 десятка как я понял у мирослав федорович все-таки нашел еще в лесу настоящей чаги а настоящая чага выглядит вот так когда вам показывает что это какой-то код типа гриба то вот она выглядит вот так скорее там как на рост выглядит я боюсь что сейчас много будет подделок на рынке чаги поэтому будьте внимательно посмотрите тот ролик попробуйте сами найти в общем-то в лес в березовый можно сходить и может быть что-то и найдете не берите только сухих деревьев а сейчас я перехожу к вашим комментариям вам понравились обзоры которые я делаю и мы сейчас еще раз такой обзор сделаем отчитка алкоголизм ну его исправит хорошие пули про алкоголика кто-то пишет ну пули алкоголика не исправишь так бачка вы в армии служили судя по всему срочно служащий по призыву все поневоле страшные грешники где же им в армии найти женщин все же эта тема очень сложные и неоднозначные простите если не прав но это я рассказал про анонизм которым пользуется иногда как что ли лечебным или как каким-то физиологическим средством в спорте я не знаю как этим пользуются в армии я в армии действительно не служил я по зрению меня сразу не взяли а когда уже разрешили таких как я брать по зрению меня уже возраст вышел но в спорте это беда там применяют все что хочешь в том числе и такие методы физиологической то сдерживание там перед чемпионатами по три месяца или перед олимпиадами в одиночестве команды живут вот они на уезжает на сборы как говорится и в этих сборах их за ними следят чтобы они сдерживались но дают всякие вещества и всякие вот эти способы применяют физического напряжения и они срабатывают там во время соревнований но не прекращаются и выход из этой олимпийской программе подготовки это специальный выход врачи и спортивные его знают и он тоже может до полугода и там все что хочешь может быть можно так сказать крышу срывает не по-детски когда гормоны как говорится гуляют они были там подняты для того чтобы ноги бегали руки поднимали то вот вот в этих целях эти гормоны были там не для головы никто для головы гормоны не поднимает ну хотя я не знаю как готовится шахматисты я думаю что они тоже и питанием занимается и всем остальным как нужно занимается но вот система выведения из проблемы после спорта она очень серьезная и самое интересное что иногда спортсмены на этом ломаются они на том как готовиться к спорту то есть после того как прошли соревнования они расслабляются и вы видели как расслабляются как футболисты вы помните как расслаблялись в одном кафе за что и сидели но это был просто один частный такой случай на самом деле это гораздо чаще и иногда это рекомендовано врачом то есть он понимает что он их вогнал вот в этот жуткий тестостерон где ты как бык и не знаешь значит куда это энергии деть соревнования кончились и они по-разному в общем уходят из этой системы но и одна из есть из способов снизить тестостерон это спиртное спиртное вот те кто алкоголики те знают что у них тестостерона нет и с женщинами у них есть трудности а эти вот и на это закрывает глаза иногда спортивные врачи к сожалению вот виталий оксаныч семенов мне объяснял что это большая проблема что дают им выпивать и все остальное а потом приходится опять из этих токсинов выходить и опять поднимать физическую свою силу котя иди занимайся в другом месте мойкой своей так так что в армии не служил но спорте знаю что это проблема бачка молодец все правда бедный дзюба наверно тот кто выложил ролик про дзюба совсем без безгрешный но там конечно и дзюба виноват нельзя сказать что уж он все это зачем снимать то но я говорю крышу может съехать мне просто видать крышу съехал зато врачи сейчас говорят что чеснок бесполезен врач от слова ну врать раньше был лекарь врач не от слова врать врать от слова врачевать но это этимологии это уже другой разговор в общем я удалю никаких не будем считать что врачи от слова врач нас никто не спрашивает кто выжить тот будет святой спецслужбы напали на меня и на всех моих родных знаю там работать нет собирая деньги на храм нужны в интернете спаси господи но это кроликом про царе на некие ну дело идет не я как рекомендовал писать президенту письма так и пишите можете найти этот ролик а так есть сайт президент рф там есть возможность написать онлайн письмо и поэтому напишите некоторые собирают коллективное письмо вот разница в чем вот коллективное будет зафиксировано как одно письмо и на него ответит в администрации президента что вот мы считаем так и и никому другому тем кто подписал это письмо не ответят а когда вы пишете индивидуальное письмо то каждому из вас должен следственный комитет ответить ответить в администрацию президента и еще и будет думать как вы отреагируете каждый там-то кучей то как опять соберешь мы недовольны тридцать тысяч нас недовольно ну ясно а каждый может отдельно быть недовольным и поэтому они индивидуальных писем больше страшатся я вам так скажу потому что за коллективное не надо отвечать а за частные можешь отвечать и вы можете не выполнили сроки подать в суд вам не понравилось что ответили подать в суд и так далее там подобное поэтому я за частные обращения найдите ролик как написать президенту в защиту отца и аноники и напишите две строчки я за за бачку вот посмотрите на это дело так котик уже столько просвещен что уже сам вместо вас может вести какое-то видео котик моется вон здесь котик не ведет видео уже ему съемки настолько упрощены что он может не помыться во время съемок лика иванова вы знаете если человек занимается ракоблудием одной рукой другой снимает все свои действия на телефон то не врачи и другие обстоятельства здесь не причем это распущено человек развращен а еще сам паразит это то что у него во время всех этих действий на шее висит крестик с распятием я сожалею видела этот ролик он сейчас везде и многие звезды шоу бизнеса комментирует процессы выступают в поддержку этого человека и говорят что это абсолютно но нормально вот это самое страшное что у нас не рассказывая о том что это смертельный грех не говорят о полезности воздержания пиарит грех оправдывает его господа ему господь ему судьбе я правда не видел ролик и не буду смотреть вот честно даже из всех этих соображений но я еще раз повторяю я проблему знаю вот и эта проблема естественно касается не только физического состояния но и головы вот виталий оксаныч мне рассказал так вот вы должны понять что у нас одни и те же средства в организме вот эти белки жиры там ну все что нужно идут на разные органы и поэтому если нужно нарастить мозг то активно занимаются мозгом и вот эти вещества будут усиленно идти в мозг вот вы знаете что в течение суток у вас в голове проходит ну ванна воды вот в какой вы купаетесь ванна воды но если вы весь день интенсивно раз работаете мозгом то есть там шахматной партии лист что-то сочиняете в общем до 6 ванн воды до тонна воды представляете вот так вот проходит в голове в сутки и вся эта вода несет вещества и когда вы напрягаете мозги у вас растут мозги вот там связи очень тонкие там у нас отличие то мозгов мы говорим ну как раз тут вот у него голова такая же как у меня плава такая же а плотность другая а количество связей другое а вещества у тебя воды там в голове 60 процентов но даже больше воды я уж так условно говоря а у него вот этого белка в голове потому что он напрягал мозги то есть мозги на вид одинаковые а внутри они разные если человек напрягает туда то идет туда вся энергия человека и поэтому вы знаете что вот эти умные люди часто такие хиленькие на вид какие-то вот может быть хворенькие так далее но сейчас то уже понимают что надо сочетать и например там где хорошо хотят чтобы они работали умом там создают все условия что они еще физически бы занимались вот у них были такие гармоничные развить потому что это помогает мышцы помогают качать вот эти все вещества в нас ведь мышцы это второе сердце если вы ослабляете мышцы думаю что на мозгах выживете то вы нагружаете сердце поэтому вы будете умный но быстро умрете потому что мышцы до половины делают работы сердца смотрите она ударяет пошло а вверх как поднимается кровь из ног там откуда и всасывает сердце нет и ее забрасывают мышцы поэтому мышцы нужно всем кто умный но когда применяется какие-то стимулирующие действия в том числе тренировка это тоже форма стимуляции развитие каких-то органов вы знаете то эти вещества направляется на эти органы на эти органы и у человека не так все хорошо в голове как у него хорошо в мышцах вот но вместе с мышцами когда вот такая физическая как-то так вот вот связано что растет тестостерон и растет половая сфера энергии как говорится в ней это половая сфера может выключать мозги то есть вот у нас такая особенность вот вы меня там спрашиваете расскажите про измену там людей как они неверны а у них отключается как у алкоголика мозги то есть он реально не соображает что с ним происходит их хотя как кажется простая вещь а у него вот вот так я все время привожу такой пример что вот как наркоман там или алкоголик так и в этой можно проблеме те такой пример что вот вам захотелось в туалет а туалета рядом нет так вы знаете в конечном итоге вот люди способны на все что хочешь чуть ли не на площади сесть и не на площади все сделать вот когда вот когда прижмет как говорится так и здесь вот эта проблема такая и у спортсменов она серьезная проблема и вот как я видел виталий александровича как он рекомендовал что после вот нагрузок после значит всех этих мероприятий по подготовке спортсмена обязательно его нужно в меж сезоне как говорится учить чему-нибудь иначе направляя стимуляторами все вещества в мышцы и все остальное он остается неразвитым поэтому для этого создали институт физкультуры честно говоря он потому что нужно сочетать иначе когда начали вот их всех уметь стимулировать и уметь тренировать в начале 50 там 60-х так далее а не обучали и очень было огромное количество спортсменов которые бокс пошли значит потом как дураки в банды пошли и так далее там подобное поэтому у дзюбы срыв как у многих я думаю спортсменов меж сезоне произошел и я думаю еще раз повторяю для него это никакая вы кто же ему объяснил что это вот это грех это циничность там или еще что-то я уверен что ему объяснили до этого столько лет он в сборной что это нормально в между тренировочном процессе хочешь сбросить сбрось ну а уж там дальше голова конечно вот так снимать да это конечно да а крестик на нем на что у нас крестики сейчас везде где попала носит у нас нарт артисты прыгают на сценах с крестиками поют черти что и делают черти что не сейчас крестик не только как символ веры носят но многие как украшение как как какая-то своя статусность или еще что-то в легкую одевают я когда видел ксения собчак позавчера по моему передачу ведет уж сколько она против церкви что-то там делала еще какие-то чудеса со своим венчанием устроили с крестиком да еще с двумя крестиками ну можно еще больше навешать от этого вера не увеличивается поэтому я вас уверяю ни о чем не думал и самое интересное что я не знаю а как же тогда видео появилась я-то думал что кто-то его сбоку снимал говорят дзюбу не выкладывала что у него взломали аккаут тогда что а почему она в аккауте телефон взломали в общем да лико спасибо за комментарий так духовник всея руси здравствуйте меня зовут николай я от схимандрита и они ки и спецслужбы напали на меня и на всех моих родных я не иуда как все думают эти туда гоняли из москвы в дивеево а эти оттуда из дивеево в москву попроси пожалуйста у батюшки и а некий чтобы он приехал за мной сам боюсь не доеду к нему о корон везде имеет людей ничего я не понял что ты за духовник и чего там у батюшки попросить приехать за ним да это какая-то билиберда я думаю нас пытаются тоже запутать в наших отношениях каких-то тут нам духовников подсовывать я убираю комментарий так спасибо за четкий грамотный комментарий к посту футболиста главное что это не вызывает отторжение через призму понимания люди могут на своем пути стать человеками но я бы хотел чтобы вы поняли что есть такая проблема и ну статистика вещь и она есть у всех можно так сказать 90 говорят девять процентов этим в то или время или иное время могут заниматься но вы должны понять что в этой проблеме вот смертельным то является действительно грехом потому что как я вам сейчас рассказал можно вещества которые для головы предназначены все направить на нижнюю часть значит и останешься глупым и действительно погибнешь и помрешь вся йога ведь направлена на то что вот оттуда сверху то есть снизу вверх поднять помните все эти медитационные все остальные упражнения что там блокировать расход все все остальное и поднять к верху вот по чакрам они вот видят как это все поднимается потом в голове и все и он умный чакры это на самом деле у нас расходятся вот такие ветви я вам показывал которые обеспечивают кровью питанием органов они они ветвями то есть на одной веточке висят тут и почки и селезенки так далее на другой тут легкие желчные все остальное на самом деле это вот эти центры в которых действительно эти вещества можно так сказать или миде нейромедиаторы распределяющие эти вещества значит скапливают все находится в гипоталамусе в гипофизе значит в щитовидки вот эти вот это отсюда сигнала спускается здесь распределяются но скапливая здесь вот йоги эти чакры и раскрывают пусть она разливается по всему телу вот они раскрывают эти чакры но главное добиваются чтобы пришло все-таки в голову в голову медитации они добиваются нагрузкой головы вот своей медитации я считаю что это для них полезно для не для нас не обязательно вы не представляете сколько йогов просто глупые я разговаривал с человеком которых из и изучал и так далее да он как начал там в 20 лет медитировать не все начинают с детства в индии причем там очень много йогов которые зарабатывают этим также как у нас нищие они вот образ йоги принимает такого и вот они сидят вот он не учился нигде ничего значит и и он глупеет потихонечку потому что не может до головы догнать эту энергию а пригнав не знает на что ее использовать учиться надо учиться надо поэтому вы должны осознать что вот переходном возрасте это у ребят возникает особая проблема поэтому нужно загрузить голову чем-то таким хорошим и полезным вот типа тем что у меня сын занимается беспилотниками образовательными системами они сейчас там большую программу как школьников вовлечь всесоюзные организовали там школу специальный онлайн чтобы их втянуть поэтому вы должны заботиться чтобы 13 к 12 сейчас и раньше может быть к 14 годам у вас занимался чем-то молодой человек кроме школы школа кстати там не очень дает возможность загружать мозги творческой деятельности а весь процессы в творческой а система запоминания на отдельные как для егэ она не сильно развивает на самом деле нашли но такая большая проблема ну как нибудь еще может быть так тимонин олег задал этот вопрос спасибо олег за также она а к беру охране вас бог бачка можно такой же ролик о наркоманах я об алкоголизме жанна но там много роликов о наркоманах тем более у меня там есть плейс лист называется мир без наркотиков преодоление это мы снимали сериал 27 серии там вложены мнение специалистов про наркоманию ну да и я уже неоднократно снимал но расскажу как-нибудь конечно растет все время опыт я все время отслеживаю эту тему и можно и нужно иногда делиться тем более наркотики то меняются то есть если мы начинали реабилитировать и там основными наркотиками были героин вот был значит такие естественные то уже в начале девяностых или танк двухтысячным уже полно много синтетики пошло вот а сейчас ведь практически все наркотики синтетические как я понимаю вот все эти курильни все эти значит спайсы и так далее это же не растительные это же синтетика так вот она раз курнул и сразу подсел вот я с большим страхом смотрю на то что происходит и какие-то вещи ну например абсолютно точно я вам могу сказать что не последите чтобы ваш молодой человек или вы ему не ходили в кальянные кальянные если где-то наверное есть кальянные где все чисто все нормальное какой-то кальян это растительные средства она только чуть-чуть подышишь и так далее там подобное то для удешевления всей этой продукции я вас уверяю что есть и эти средства поддельные там идет наркотическое вещество есть и специально если уж сильно хорошо попросишь что могут вам продать эти средства они знают какие-то и опасность того что вроде чё тут такого ну кальянчики там ходит курит нет он станет наркоман у меня были несколько знакомых которые влетели в эту проблему потом хуже чем от наркотиков избавлялись то есть чуть ли не драки с родителями выкидывание этих кальянов прятание этих кальянов по углам в доме там еще и все остальное вот одна из проблем ну спайсы жевачки и все остальное хорошо как-нибудь еще сниму ролик так это мы те что на проверке с вами проверили давайте еще опубликованные почитаем за с понедельника оставлены 2020 очень века сокосный сколько всего произошло вот обсуждение идет что все от года зависело что особый год там какие-то особые астрологи тоже меня спрашивают как вы относитесь к астрологам которые сказали что вот этот год такой а следующий год такой я вам скажу так никак не отношусь вот я не верю в астрологию хотя как какое-то время дружил с большими астрологами даже один астролог такой виднющий видне это мне предложил однажды давай тебе составим гороскоп но это еще до священства я был я думаю ну интересно ну давай составим я гостил ночевал у него в москве и позвонил маме выяснил все все эти даты когда чего и и как произошло дал ему он думаю но все с утра узнаю как значит все там будет дальше а он мне с утра говорит хууу у тебя везде солнышко вот у тебя путь какой ты сам выберешь то есть вот там никакие сатурна никакие венеры каким-то образом оказалось что у меня солнышко которое руку говорит о том что я сам должен выбирать себе судьбу я говорю ну вот и слава тебе господи я и очень боялся но с ним общаясь тем более что он как бы считал себя хорошим астрологом и рассказывал якобы правильные вещи там учу ню чё там только не был он в китае учился и все остальное это в 90-е годы в начале 90-х но он тогда мне рассказал как хитрости я теперь не верю ни в какие гороскопа которые печатаются вот там ты читаешь потому что есть принципы их составления чтобы тебе все время что-нибудь совпало то есть в каждом гороскопе есть принцип что это и другое и плохое хорошее вложи ну ну в общем я считаю что это хитрость не знаю китайцы верят их больше нас может быть они у них какая-то правильная астрология кстати астрологии до 17 века входила в состав христианство спокойно и тот же иоанн грозный их еще вызывал астрологов и они ему рассказывали что делать но особенно акс а в 19 веке чуть ли не возродили все это вы помните что и царь там астрологами верующий царь святой николай вся его семья астрологами пользовались так далее вот почему они в это верили я я не знаю я не верю поэтому для меня год как год и они могут быть каждый раз разные потому что у нас то война то пандемии то еще что-то у нас такое возникло которое нам год портит или радует но у каждого то отдельно как ему как ему этот год я год показ слава богу конечно прожил со страхом что может быть что-то со мной со страхом за ближних прожил но слава богу вот прямо из таких ближних но только священники которых я знал умерли в большом количестве вот это вот очень жалко очень жалко но я еще раз повторяю я не год обвиняя в этом а в патриархию которая не приняла правильных мер не объяснила как себя вести и не настояла чтобы весь не несли себя вели себя так как нужно так спаси сохрани пресвятой обгородь святые господь наш роза за иная батюшка ионики да батюшка ионики да помоги господь ему так нет коте какой мурлыка славный пришел коте тебе славным мурлыкой назвали так сколько мы уже в 35 минут разговариваем мария египетская не ела в пустыне вот сравнивать себя со святыми которые какие-то аскезы выполняли я вам не рекомендую все время время от времени говорят надо держать пост надо аскезу вот только постом и молитвы можно с чем-то таким справиться и приводит примеры марии египетской там кого хочешь серафима саровского который три года на одной сныте и хлебе там прожил и все остальное дорогие мои вот если бы вы говорили у меня ножка болит а вам говорили бы да нет ты знаешь вот чё ты тут прикидываешь ты давай вот потренируйся и будешь как бубка перепрыгивать шесть метров вот это ты вон бубка-то прыгает а ты чё тут ножка у тебя болит слушать ну это можно так сказать олимпийские чемпионы веры вот такие кого нам показывает какая у них аскеза и так далее попытаться так же как мария египетская вдруг бросить всю еду и и ничего не есть и все остальное это можно погубить себя здесь нужно быть разумным и умеренным а у нас иногда такое бывает у нас вот здесь я прихожу в больницу одна там женщина скоро ее привезла в больницу и ее спасают я я горит что случилось то а мне говорят перепасти вас хагра как ты постилась ты больная вы помните что пожилому человеку не обязательно поститься это 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 регламенты тоже больному человеку нельзя поститься нельзя поститься человеку на постах где связано с людьми из безопасности людей то есть те кто работает на электростанциях вот этими пиратами водители автобусов и всех остальных значит видов транспорта они не имеют права вообще поститься это преступление получается перед господом когда ты на этой должности начинаешь поститься а у нас не понимает у нас поэтому если вы вот так вот обратите внимание хорошенечко то что такой настоящий монашеский подвиг это монашеский подвиг это монахи приезжают в монастырь и там у них от хорошей пищи от воздуха от этого очень телесное разжигание происходит девать на им это разжигание некуда кроме братьев своих или сестер значит они никого иметь не могут и у них вот эти посты особо рекомендуется а если вы считаете что пост это такое колдовство или магия я им занимаюсь и у меня что-то вот произойдет вот это то это вообще бред сивой кобылы я вам так скажу поэтому приводя в пример Марию Египетскую и всех остальных аскетов вы подумайте насколько вы олимпийский чемпион способны ли вы вот я женщину то говорю встретил ее спасают перепастилась я говорю ты чё тебе же нельзя вообще а батюшка сказал не допущу к чаше ну и все и нечего ходить к такому батюшке он не человека любит получается а какой-то человеконенавистник он таким образом держит это манипуляторы манипуляторы так я тебя держу в страхе потому что вот столько всяких есть способов которым ты должен пользоваться если я сказал а ты не пользуешься значит ты плохой человек я тебя держу в страхе и эти манипуляторы таким образом община собирает вокруг себя вот и делают вид что они решают какие-то проблемы заставляя людей делать то что они не способны делать . какой у вас район спаси вас господи какой район ивановская область пистяковский район надежды ибрагимова но она защищает отца и аноники храни вас господь батюшка вы прямо солнышко для нас греете утешаете освещает свои премудрость это она написала про то где я вам рассказал как пир домашний сделать но в принципе ведь я рассказал обычную вещь которая в русском семье была естественной то есть сесть помолиться преломить хлеб поделиться этим хлебом позвать гостей на то что у тебя есть это же абсолютно естественная жизнь была и больше того ты как-то неправильный был если ты этим не жил если ты там гостей на свой день рождения не пригласил если ты к ним на праздник не сходил и так далее уж я-то родился в самое советское время уж когда все споры кончились и все мы уже коммунизм ушли коммунизм устроили но ведь все отголоски вот этого русского осталось все эти пиры застолья они настолько полностью копировали все что было в традициях русского народа духовности русского народа и я думаю что это кстати и подвигло на то что надо опять церковь возрождать потому что в принципе церковь то это все поддерживала агапы и все эти празднества которые церковь несет они должны бы поднимать дух народа радовать народ соединять народ в общинах и в общей единомыслии на пользу страны и очень странно что церковь от этого отошла что какие-то настроения раздельные друг с другом воюем и все остальное вот поэтому возродите домашние такие радости для себя возродите праздники встречайте таким образом и уже какая-то польза будет и так дорогие мои 40 минут я вижу 41 минута думаю достаточно мы поговорили давайте я действительно два раза в неделю тогда буду раз что вам нравятся такие обзоры и вы приходите и главное хорошие комментарии оставляйте которые стоит обсудить я очень рад что стало мало совершенно таких критических и извините за выражение дурацких комментариях сейчас бывает уже в день один-два человека всего заблокируешь и 3-4 комментарии удалишь в остальном все в общем-то поняли смысл канала поняли того как здесь находиться и похоже те провокационные боты которые все время лезли они тоже поняли что либо ты смотришь и не хамишь либо ты вылетаешь с канала я уже не предупреждаю бывший принцип что два раза предупрежу третий раз удаляю у меня теперь не существует я оскорбил кого-то меня или того кто написал комментарий предыдущий а ты ему ответил оскорбить ну все из приюта до свидания так что и я вам сегодня говорю до свидания здоровья вам всем радости собирайте чагу ну можете заказать чагу потому что еще раз напоминаю вектор это центр в новосибирской академии доказал что чага лечит от ковид 19 и от других заболеваний здоровья всем радости аминь лечит вы вы Продолжение следует...